Наступил у нас очередной день нашего путешествия. Погода с утра ну просто вообще замечательная. Первый раз проснулись от того, что в палатке было жарко. Можно было с утра вылезти из спальника и просто поваляться в тепле, ничего не делая, не пытаясь на себя судорожно натянуть теплую одежду. Красота. Легкий, я бы сказал, такой прям легчайший ветерок. Легкие облачка, солнце светит. Погода замечательная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова все собрались очень не спеша так погуляли по окрестностям и покидаем это чудесное место место действительно замечательное такое колоритное с красивым видом едем сейчас в сторону большого озерка дочка в который раз просится прогуляться там по этим брошенным домам и потом будем уже не спеша выбираться на на средний и где-то рядом с началом дороги на перевал будем искать место для ночевки но с большой вероятностью опять поедем ночевать туда же где мы ночевали первую ночь по приезде на полуостров средний очень интересный такой закрученный весь ствол почему-то так бывает что иногда сосны и ели растут прямо а иногда их вот прям крутить так начинают не знаю с чем-то связано отлив тихая спокойная погодка запах водорослей лепота ведь камень с редкими вкраплениями граната в карелии такие камни повсеместно а здесь на кольском я их встречал редко добрались до брошенных строений большого озерка всем здание ветшают просто на глазах даже за последние два-три года штукатурка обвалилась уже в огромном количестве мест кирпич уже начал выкрашиваться а вот здание из силикатного кирпича еще держится ладно идем внутрь дочка уже ушла по которому разу рассматривать эти брошенные здания в одной из комнат на полу куча веток не исключено что здесь когда-то было гнездо ворона в одной из ниш здесь много ниж было сейчас их тут подразобрали вообще дома последнее время очень активно начали разбирать разбирают целенаправленно снимают дерево плитку кирпич снимают даже гипсолитовые блоки из которых были сделаны перегородки вот здесь вот зачем-то проломили стены возможно выломали несколько гипсолитовых блоков может быть так просто резвились здесь вот тоже все поломано теперь а здесь по четвертому этажу вообще проломано такое ощущение что через весь дом можно не спускаться из подъезда в подъезд не ходить а так напрямки для егора суицидом интересно это речь идет о том самом егоре воронине под ником суицид известному не в воде так у меня сейчас на шевике от егора суицида стоит с рпм у меня от него стоит перенос тяги панара у меня от него стоит усиленный маятник сам-то егор вряд ли будет таким заниматься но вдруг для него оставили в ванной над симпатичными обоями еще сохранились веревочки на которых сушили мелье группа маки сейчас наверное это было бы какая-нибудь пропаганда а за окном замечательный вид вот здесь на спине на стене на стене бременские музыканты дочка когда первый раз увидела сразу спросила чё это у музыканта волосы черные когда они были золотистые а вот здесь на стене изображен замок троцкау видимо служил кто-то из прибалтийских республик в почтовом отделении в интересоле устроил свое гнездо ворон эх начала моя заплатка сдаваться буквально на последних километрах ну хорошо спасибо хоть и на этом столько дней продержалась а 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 Добрались до стоянки. Прошел еще один день пребывания в этих замечательных местах. Для нас это был последний день поездки сюда в двадцать первом году. Завтра рано утром быстренько позавтракаем и трогаемся в обратную дорогу. Ехать решили двумя днями, поэтому с утра особо тянуться, любоваться красотами будет некогда. Быстро собираемся и едем. На озере нас встретили два лебедя-кликуна. Думал сразу удерут. Нет, просто отплыли в дальнюю часть озера и минут 15 наверное плавали, косились на нас. Я даже успел поставить палатку, походить вокруг немножко, пособирать грибочков для прощального ужина. Но потом все-таки немножко покричали и поднялись, улетели. Да, время несется быстро, стремительно вечереет. Надо бы уже укладываться спать. Да так жалко расставаться с этим местом. Вот из-за склона напротив стоянки уже всходит луна. Сейчас пролетела стойка серых гусей. Как-то очень быстро пролетела эта поездка. Особенно быстро пролетели ненастные дождливые дни. Казалось бы, должно быть наоборот, они должны тянуться и тянуться, но как-то почему-то прошмыгнули быстро. Даже особо ничем не запомнились. В целом поездка не сказать, что была особо удачная, но все равно проехали несколько новых дорог. Нашли несколько очень интересных мест. Да ладно, будем потихонечку прощаться с этим местом и укладываться спать. Ну вот и все. Переночевали, позавтракали, собрались. Сейчас половина восьмого. Все, двигаемся в сторону перевала. До свидания. Это замечательное место. Тут как раз грибочки везде пошли замечательные, а нам уезжать. Начали уже подъем на перевал. Где-то половину уже набрали. Остановили здесь на такой смотровой площадке. Бросить последний взгляд на все это великолепие. Полуостров средний. Там вот полуостров рыбачий. Тут высокий мыс, не мыс. Сопка высокая. Урочище Эйна. Очень красивая обзорная точка. Но в этот раз мы туда не ездили. Все. Давайте. До свидания. Полуострова. До новых встреч. Проехали самую верхнюю точку перевала. Теперь уже все пойдет вниз. 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 Здесь очень красивое место. Сейчас еще и очень ветреное. Несколько озер. Вообще красота. Тот страшный подъем. Проехался вообще замечательно. При свете дня он выглядел не так страшно, как ночью. Впечатлила сейчас блондинка на белом ларгусе. Которая достаточно резво проскакала по камням нам навстречу. Да. Ладно. Пора. окончательно прощаться. Сейчас, через час будем уже, наверное, на трассе. Остановимся накачать колеса. Поменяю травящее колесо на запаску. Потому что ехать на колесе с заплаткой, которая в любой момент может отклеиться по дороге общего пользования по асфальту быстро. как-то что-то не очень хочется. Очень красивое место. Здесь река делает несколько таких изгибов. образуется даже несколько проток и несколько островков. Если выпендриться и сказать по-умному, здесь река делает несколько меандров. Или если перейти на сленг, она здесь меандрирует. ну вот практически выбрались до поста наверное меньше километра. Остановились подкачать колеса, переложить кое-как вещички окончательно. Коротко о лете. Ну и что? Ну и все. Ну вот собственно и все. Выезжаем мы из Карелии. Третья у меня поездка была сюда в этом году. Выезжаем в Вологодскую область. Наверное в этом году я сюда уже не попаду. Ну что же делать? Ладно, будем ждать следующего лета, следующего сезона путешествий. Сейчас едем в Вытигру, зайдем в магазинчик, купим что-нибудь позавтракать, позавтракаем в симпатичном местечке и будем пилить уже до дома. Растянулся завтрак у нас наверное на час, если не больше. Так не хочется отсюда уезжать. И место замечательное и погода вообще просто шикарная. Лёсти такой прохладный ветерок. Не жарко. Так чуть-чуть прохладненько. Насекомых нет. Остаться бы здесь на пару дней. Да как бы всё. Все мои отпуски закончились. Сейчас всё собираемся. Едем ещё нам ехать наверное около 800 километров. Выезжаем сейчас из леса вот по этой замечательной дорожке и поворачиваем направо в сторону Липино-Бора. Потом Вологда, потом Ярославль, а потом уже будет вот и Внуково. Внуково. Ну вот мы и добрались. Из одной минуты час ночи общий пробег составил 4519 километров. Всё. Учтите нас пожалуйста. Вот и вернулись мы из очередного путешествия всё прошло хорошо. Никаких поломок и приключений с машиной не было. За исключением порезанной боковине на колесе и надорванного в очередной раз брызговика. Но это мы починим. Поставим на место. Колесо оттащим в шиномонтаж. Там его нормально на вулканизаторе заклеят и всё будет замечательно. Повреждённое колесо вернулось на месте запаски. Запаска отлично справилась со своей функцией и довезла нас до дома. Моторчик тянул ещё бодрячком. Маслице за поездку съелось где-то грамм 500-600 на 4,5 тысячи для такого солидного возраста. Результат отличный. Особенно учитывая то, что АвтоВАЗ вслед за мировыми производителями в руководстве стал указывать допустимым расход 750 грамм на одну тысячу. Что мягко говоря охренеть. Трансмиссия вся сухая. Маслица нигде гнать не начала. Но тем не менее в ближайшие выходные предстоит ревизия и профилактика подшипников полуосей. Они у нас открытые, ничем не защищены. Сейчас после такого количества бродов и луж по которым я катался в них внутри огромное количество воды. Причем вода там в любом случае будет. Поэтому если мы не хотим через несколько месяцев лишиться этих подшипников надо будет выдернуть полуоси убрать оттуда воду и поменять смазку в подшипниках. Тогда они еще походят. Если у вас стандартные передние ступичные также в обязательном порядке надо будет разобрать ступицу. Убрать оттуда все остатки воды которая там будет просто по-любому и поменять смазку. У меня спереди кулаки проточены под подшипники от грузовика и века дейли поэтому таких проблем нет но все равно надо будет вынуть ступицу посмотреть не попала ли внутрь все-таки вода внутрь подшипника она практически точно не попадет может попасть в зазор между подшипником и сальником убрать оттуда воду забить там все смазкой и все оставить так до следующего года еще пару раз приложился то ли рычагами то ли защитой то ли балкой то ли корпусом СРП мап камня но никаких видимых повреждений нет даже забоин на металле не нашел все замечательно осталось ополоснуть машину обязательно помыть подкапотное пространство потому что грязи здесь налетело очень много и загнать машину в гараж потом еще поподробнее проинспектируем трансмиссию и то в целом в очередной раз в машине огромное спасибо за поездку заверную и безотказную службу еще